Всем добрый день! Я открываю свою творческую мастерскую, буду творить всякую красоту для украшения своего дома к Новому году и Рождеству. С сегодняшнего дня и в течение месяца на моем канале будет много видео с мастер-классами, с идеями, как украсить дом к Новому году, подарки своими руками. Так что подпишитесь на мой канал. Ну а сейчас я познакомлю вас со своей первой работой. И это вот такая прекрасная елочка. Посмотрите мой мастер-класс, вдохновитесь и у вас обязательно получится такая же красота. Для основы так называемого каркаса моей елочки мне понадобится пенопласт. Я отмерила круг, вырезала его ножом. Также внутри, вот здесь в середине, тоже сделала отверстие. И любые веточки. Мне захотелось, чтобы веточки были цветными, а именно такими бордовыми. И я у себя во дворе нарезала веточек Барбариса. Они, конечно, колючие эти веточки. Мне пришлось помучиться и обрезать все иголки. Но тем не менее, я очень довольна, как они выглядят. Первым делом мне нужно задекорировать дно. Я вырезала из ткани кружочек и с помощью горячего пистолета заклеиваю. В отверстие, которое находится в середине моего круга из пенопласта, я вклеиваю елочную игрушку. Взяла бордовый шар. Он стеклянный. Можно взять любой шар любого цвета. Но так как у меня затем будут использованы ягоды такого же бордового цвета, то беру в цвет. Теперь ветки я прямо без клея просто втыкаю в пенопласт по всему наружному краю с уклоном наружу. Примерно равномерно их распределяю по всему наружному краю. Теперь, когда все веточки уже в основании закреплены, я на определенной высоте их собираю в одну кучу, чтобы это выглядело как фонарь. И закрепляю с помощью любой проволочки. Поправляю, вытягиваю какие-то веточки, какие-то наоборот немножко подтягиваю внутрь, чтобы это выглядело более-менее равномерно. Начинаю декорировать с нижней части. Расстояние от веточек до стеклянного елочного шара я заполняю с помощью сизоля. Даже не приклеивая его, просто распределяя там. Он прекрасно там держится и без клея. Распределяю по всему периметру. Вверху елочки я сформировала ее макушку. Веточки, когда я их собрала в одну кучу, зафиксировала проволочкой, поправила веточки, чтобы все по бокам они были равномерны. Все веточки выше фиксации я плотно прижала друг к другу и зафиксировала, обмотав проволокой. И затем мне нужно высоту пенопласта также задекорировать. И я хочу это сделать с помощью вот таких вот искусственных литых веточек. Можно использовать любую елочную гирлянду, разрезать ее на веточки и туда крепить. Елочки крепить к пенопласту удобно следующим образом. Сначала я ножницами проделываю отверстия небольшие, а затем краешек веточки намазываю клеем и как бы вставляю в это отверстие. Оно схватывается моментально. У меня веточки есть разной длины. Сначала я вставила которые подлиннее. И мне показалось, что получится непропорционально. Я решила их укоротить. Просто пополам разрезала ножницами. И эти макушечки потом тоже применила для декорации здесь же. Это ручная творческая работа. И результат всегда получается в единственном экземпляре. Ты должен видеть ее пропорции. И немного поправлять высоту, ширину. Чтобы в итоге работа смотрелась гармонично. В итоге вот что у меня получилось. И пока что низ оставляю в покое. И занимаюсь верхом елочки. То есть ее макушкой. Макушку пока оставляю вот такую вот длинную. Какая есть, такая есть. Потом я посмотрю и возможно ее укорочу. Первым делом я закрываю с помощью того же сизоля, что и применяла внизу своей работы зеленого цвета. Я обматываю макушку, придаю ей объем и закрываю красные веточки. Потому что они мне здесь уже не нужны, чтобы они просвечивались. Затем уже на сизаль я начинаю пристраивать вот эти вот сосновые. Вот такие очень красивые у меня есть ветки с короткими иголочками. Прикладываю, смотрю, если мне нравится, как она расположилась на работе, то ее креплю. В итоге я применила три таких веточки. Прикрепила их с трех сторон. То есть любая работа, она многослойная. То есть у меня сначала каркас, затем сизаль, теперь хвойные веточки. И следующий слой это красные ягоды. У меня здесь два сорта, покрупнее ягодки и помельче. Поступаю точно так же, как и с веточками. Прикрепляю, смотрю, вернее сначала прикладываю, так втыкиваю, чтобы она держалась. Смотрю, да, мне нравится, гармонично смотрится в общем. И потом уже креплю с помощью клея. Так все веточки по всему периметру верхней части елки. В самом конце я с помощью кисти и красок буду заснеживать всю свою работу. Но так как в естественной природе на самом макушке елок всегда максимально снега, то я решила светлым сизалем, он у меня такой грязно-белого цвета, прямо укутать снежком всю макушку елочки. Также заматываю, смотрю, немного растягиваю сизаль вниз, чтобы было, ну, как сказать, естественно, не четкая линия белого с зеленым. Потому что в природе нет ничего, ну, такого прям четко выраженных каких-то линий. Когда я закрепила все веточки красных ягод, ну, я решила, что достаточно, вот такого количества. Мне показалось, что нужно добавить еще каких-то элементов. У меня есть вот такие мелкие ягодки, они мельче, чем красные. Зелененькие с красным бочком. Я их распределяю также по верхней части елки, между красными ягодами. Теперь нужно нарядить самый верх, макушку елки. Я решила сделать подвесное украшение. Подобрала бордовый обычный пластиковый шарик, на кой елочный, маленького диаметра. Он хорошо вторит моим ягодам и шару, который находится внизу, в основании. Я прикрепила к нему такие бусины на ленте и закрепляю на макушке. Выбираю высоту, на ту, которую хочу, чтобы он висел, да, а остальную ленту с бусинами закрепляю, наматывая на макушку. Эту елочку я делала вчера. На этом этапе я остановилась, поставила ее на видное место. Я ходила полдня мимо нее, все время смотрела, поворачивала, разворачивала ее, думала, что мне поправить. Во-первых, я укоротила макушку в итоге. То есть вот эту вот ленту с бусинами всю отодрала, сняла, отрезала где-то сантиметра три от макушки и сделала то же самое. То есть на место это все прикрутила, приклеила. Мне кажется, что так она более стройная и пропорциональная получилась. Все остальное меня устраивает и мне осталось ее просто заснежить. Заснеживаю всегда свои работы обычной акриловой краской. Я ее еще в прошлом году откупила ведерко, мне его хватит и на этот год, еще и на следующий. Беру кисть, обмакиваю в краску, немного обтираю, чтобы кисть была такая, знаете, ну, полусухая, чтобы вот краска с нее не свисала. И прохожусь по всем веточкам, по ягодкам, смотрю, где мне больше хочется нанести краски, где-то еле-еле пройти с кистью. Как и вся творческая работа, это зависит от вашего мнения, от вашего взгляда. Как вам нравится, так и делайте. Ну, а если у вас нет никакого опыта и вы начинающие в этом деле, повторяйте точно за мною. Смотрите и слушайте, что я делаю, и у вас получится такая же красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...